Смотрите, что, ребята! Смотрите, что он копал! Я думал, обломок, а это целая складочка. Да, должно. Крыловом красотища, снег выпухло, дороги замело, ну и мы уже третий раз встряли. Третий раз с неба у нас откапывается ежка-конка. Первый, второй раз не снимал. Мучаемся дальше. Удачи, мы с игровым. Итак, ребята, двигаемся мы к месту шуфа. Пацаны позади меня идут. В общем, преодолеваем такие сложности, чтобы добраться к месту раскопок. Время уже 12 часов, ребята, представляете, 12. На ногах мы с 5 часов. И до сих пор не копнули земельку, вообще ни грамма. В 8 часов добираемся до места раскопа. Фух, и еще не добрались, ребята. Холодо – это раз. А во-вторых, еще, наверное, около часа придется нам долбить фундамент, чтобы добраться до мягкого грунта. Так что, блин, блинский. Надеюсь, находки хоть будут. Не зря столько и сил отдали на ту самую дорогу, чтобы приехать хоть немного покопать. Ну, вон, пацаны. Ребят, привет! Ну, вон, ребят ведут, блин. Серега уставший. Рустик уставший. Вот, а идем, блин, хрен знает, оттуда там машину бросили. Потому что больше неохота вообще застревать. Вот, так что кишочком теперь доберемся. Жесть полный. Ну, потихоньку добираемся. Подходим. Что говоришь? Ну, да-да. Здесь вот. А так. Короче, устали. Уже устали. Еще ничего не ковыряли, а уже устали. Ну, что, ребята, решил немножко хоть поснимать. Мы как бы уже находимся на месте раскопа. Час-полтора. И вот смотрите, какой объем мы всего-навсего сделали за полтора часа. Вот. Вот. И все на этом. Это тяжко. Тяжко, да? Ну, все. Нормально. Нормально, да? Нормально. Только что подходил к нам охотник. Вон он охотник. Зайцев. Лис охотит. И он нам поведал, что здесь вот этот пруд. И на этом пруде где-то были богатеи, катались на салазках. Имеется в виду ребятишки. Вон там он родник. И он сказал, что где-то здесь, в этой области, как раз они развлекались. Это означает, что по весне обязательно нужно это место пробить. Ребята там греются. Кирька не согревает. Так что, горячительными напитками. Многие нас критикуют, что в эфире мы употребляем. Вот. Ну, должны понимать. Будьте добры, да? Подойдите к столу. В общем, критикуют, ребята. Но без этого на зимнем шурфе никак нельзя, ребят. Летом еще понятно. А вот зимой без горячительных напитков вообще нельзя. Вы должны понимать. Да, Серый? Должны понимать. Критику. Так что, не ругайте нас, не вините. Но это вынуждены мы это делать. И критикуют, наверное, те, кто уже свое отпил. Кто уже свое отпил. Не, ну все равно, все равно, ребят. Я вас понимаю, конечно, нас и дети иногда смотрят. Но без этого никак. Я охотников уже снимал. Вон он. Ходит, бродит. Пока никого. Пошла? Пошла, да? Это заяц. Заяц? Да. Да. Охотник-специалист сказал, что вот это желтое пятно, это зайчье пятно. Я сходил. Татарин сходил. Татарин ходил в другое место. Ты зайчик. Зайка наш. Зайка наш, да? Охотник попутывай. Сейчас по твоим следам охотник выйдет на тебя. Ладно, ребята, вот так вот. В таких вот условиях нам приходится копать и употреблять вот горячий чай. Да, ребята, это чай. Если смотрят нас ребятишки, это мы пьем чай для согрева. Итак, ребят, горе нахлебавшись, мы втроем решили выдвинуться в старый дом, который мы раньше как бы пытались пошурфить. С находками там было не очень, всего-навсего было 4 монеты. Одна из них была 10 копеек 33-го года с чердака. И в нынешних условиях нереально. Мы пошурфили, поковырялись, и невозможно. И мы сейчас вот движемся по полям, по старой дороге. Вот, и идем вон в тот дом, ребят. Вон он домик тот самый. Вот он. Возвращаемся без находок. Так что, я думаю, в домике хоть что-нибудь, хоть одну монетку, но мы найдем. Фу, ребята, очень тяжело. Прошагали мы среди очень большое количество километров. И это очень тяжкий труд. И я бы сказал уже, это не отдых. Так, совсем не отдых. Судя по моему дыханию, я прям, грубо говоря, ребята, задыхаюсь. Ладно, включусь в доме. Итак, ребят. Мои комрады, с кем я регулярно копаю, они вынуждены были меня заставить записать вам небольшое интервью. по поводу того, что происходит у меня в комментариях под видео. Практически под картами. Мы уже на раскоп пришли настолько, грубо говоря, изнасилованные, что на шуруф просто-напросто не хватило времени. И решили просто-напросто, знаете, прийти вот в такой вот дом и продолжить, ребята. Может быть, что-то здесь у нас и получится. Хотя, вряд ли что-то интересное. Ну, хоть одну монетку мы явно найдем. Сейчас мы что будем делать? Сейчас вот это вот мы будем убирать. Потом с Серегой, любитель у нас чердаков, с Серегой залезем на чердак, который наверху. Тоже там тоже посмотрим. Ну, надеюсь, хоть одна монета выйдет, ребят. Ну, а сейчас продолжим, ребята, вот здесь вот осуществлять свои поиски. Ладно, до следующей находки. Ну что, ребят, кто ищет, тот всегда что-нибудь да и находит. Рустик, Рустик там только что... Так, фокус, фокус, фокус. Так, фокус появился. Рустик там только что рассмотрел монету, которую я только что здесь выкопал. Была трешка 61-го. И вот, смотрите. Выпала двушка. Ну, двушка-то царская. Может, в объектив даже разглядим год. 1886. Охренеть. Вот такая двушечка. Больше полметра снимаем. Красавчик, красавчик, ребята. Красавчик. Первая царская сегодня монета. Зачет. Кто ищет, тот находит. Зачет. Ну что, ребята, здесь вот раз монета, два монета. И на выброшенном грунте еще появилось какое-то кругленькое. Да, это монета. Это царская. Ай ты, хватит ругаться. Это что-то медное, ребята. Что-то медное. Двушка, что ли? Да, двушка царская снова. Вот, но, к сожалению, я... Нет, почему ничего не ударил. Это просто какая-то лабуда приклеилась. Так, год я пока, ребят, сказать не могу. Но это факт в том, что за последнюю минуту Рустика мне не даст соврать. Второй царь. И снова двушка. Год пока сказать не могу. Вот, зачетно, зачетно. Классно. Ну, что, понесла, значит, на метр надо снимать. Да, да. Здесь вот убрали доски. Здесь вот где-то, наверное, штук шесть убрали. Вот они, они лежат, ребята. И как бы здесь пошли цари. Зачетно, зачетно. Сопутка. Вот такие вот у нас фрагменты были под полами. Неплохо, зачетно. Продолжаем. Ребят, Русик только что сходил, как говорится, поливать. Или что-то там. И он угрожал земляному деду. Сказал, блин, не дашь монету, я тут прям наложу. И вот смотрите. Не наложу, нас ровно там. Нет, наложу. И вот смотрите, третья двушка подряд. Это снова двушка, ребята. Офигеть. Третья двушка подряд с одного места. Бля, вот Санек у тебя чуйка. На то, ты сказал, пойдемте в дом обратно. Блин, Сера, это на работу, на годами. Вот, лучше в доме поковыряться. Три царя подняли, зачетно. Без ветра. Да, без ветра, в удовольствие, прям, я не знаю. Классненько, классненько. Третий царь, ребята. Так, к сожалению, пустой, только ухват. Да, ухват. Так, а здесь уже можно год разглядеть. 1871. Ёшкин кот. Да это хороший, это хороший год. 1871. Она хороших денег стоит, ребята. Блин, она неплохая. Да, 1871, хороший год. Вообще огонь. Классно. Зачет. Нет, петлю не показал. Вот такую, ребят, кованую петлю тоже поднял. Прям чисто кованая. И гвозди на месте. Вот, классная вещица, вообще зачет. Серега такие вещи прям обожает. Кованые вещи для него лучше, чем монеты царские, серебряные, золотые. Лучше кого они на ржавые для него. Ладно, тут, ребят, перекур устроили. Вот, так что, наверное, я тоже на перекур уйду. Да, Серега, перекур? Перекур. Давай тогда перекур. Ребят, я решил устроить небольшой перекур. Рустик сместился на то место, где царей дернул. Три штучки, двушки. И вот, Серега, сейчас какой-то сигнал. Так, интересно. Вот она. А, монета, ёпкин кот. В прямом эфире, ребята. И, нет, это пятак. Да, я же тебе сказал, пятак будет. Совет, совет. Совет, да, пятак. Ну и пускай будет. Тридцать пятый! Да ладно! Серьезно! Да ладно! А тебе это круто, что ли? Ну-ка, старый герб. Блядь, герб не видно, нихрена. Герб давай. Блин, если старый герб, он стоит, блядь, знаешь, охереть сколько. Если новый, там тысяча с лишним. Сосредоточься, Александр. На пряк булки. Так, тридцать... Тридцать пятый, да, реально, тридцать пятый год. Да ладно! Да-да-да, тридцать пятый год. Сейчас я, ребята, её послюнякую и решу, какой год. Охереть! Бомба! Бомба! Где-то услышал. Так, ребята, здесь немножко уже успокоились эмоции, но факт в том, что была находка... Здоровые! Находка, которую в этом же углу, где цари были, поднял невзрачную зелёненькую монетку. Монетка действительно невзрачная. Я думал, что за хрень, блин, не пойми. Вы, наверное, сейчас сами не понимаете, что такое. Но это, ребята, такое зелёное серебро! 15 копеек, двадцать седьмой год. И это серебро, ребята. Была бы двушечка двадцать седьмого, это было бы жесть полная. Пятнадцать, ты ещё дороже. Нет, ты чё? Как там, как ты говоришь? Две копейки двадцать... Две копейки двадцать седьмого, это вообще жесть. Если здесь есть двадцать седьмой, значит, надо копать. Там есть двушка. Точно. Вот такая красотка, ребят. На зоне я выкидываю. Серебрушечка. За это, ребята, нужно, конечно же... Что? Сергей, Русик, что за... Поесть салата? Да, поесть зимнюю. Да, ребят, представляете, я притащил до сих пор ещё... Что, аю? До сих пор салат. Макнул лопатой. С Нового года, ребят. До сих пор мы доедаем. Посрем с него. Ну ты чё, как? Если бы ты хотел бы уже это сделать, давно бы в штаны наделал. Всё, понесу. А, вот. Рустика хвалил сегодня капусту моей супруги. Говорит, капуста прям огонь. Огонь. Правда, цвет странный, красный. Красный, нормально, на секле, на секле. Ты чё, цикольный? Вытаскивай, чё встал. Так что, ребята, надо серебро отметить. Пойдём вон в ту комнатку. У нас там комнатка оборудования. Вон он, стол стоит у нас. Вот, так что вернёмся буквально, наверное, через считанные какие-то секунды. Понеслась. А, ребята! Ну что? Смотрите, чё, ребята. Смотрите, чё откопал. Я думал обломок, а это целый складень. Осторожно. Смотрите, целый. Есть, есть. Осторожно. Не откисать. Нет, да, откисать. Да, да. Ребята, это створка с двумя, тремя. Целый, е... ты мать. Он целый. Офиг... Опа, смотрите. Есть. Этот складень буквально сто лет никто не открывал. Я первый, кто открыл его, ребята. Сто лет этому складню, и я его открыл только что. Это... Распаковал. Ай-яй-яй, ребят, вот это да! Да, просто огонь. Я его вам обязательно почищу и покажу в этом видеосюжете, какой внешний вид. Если получится даже, я его отреставрирую, если есть эмаль. Я его врам. Просто огонь, ребята. Да. Ух ты, блин, нафиг. Вообще. Бомба, бомба. Фишак берет свое. Какой фишак, блядь? Это Ась. Фишак берет свое. Это Аська, Аська. Фишак, вот он валяется. Фишак. Фишак берет свое. Фишак, еще ни одну монету не поднял. Аська все поднимает, ребята. Серега, держи. Тут экскаватор. Давай экскаватор. Огонь, огонь, огонь. Серега, давай комментарии. Бомба. Слушай, там что-то мощное вообще. Да, слушай, это если не черт, черта гоняет. Ну ладно, разговаривайте, я дальше закопаю. Не, 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 там что-то прям. Огонь. Давай от души просто. Там несколько сюжетов, это не один. А, вон что там, слушай. Все, давай сейчас это, по-моему, чем-нибудь. Фишак отдыхает. Подожди, давай в сторону. Давай в сторону, дальше идем. Аська рулит. Здесь, короче, меч и церковь, по-моему. Кто? Меч и церковь. Меч и церковь. Да, он держит вот так вот. Все, все, все. Ребята, дамы и господа, я заканчиваю нашу видеотрансляцию. Вы просили, да? Да, вы просили, вы просили, мы заканчиваем. Вот, комрад и комментирует. Итак, ребята, мои доброжелательные комрады, говорят, найдут меня здесь весной. И то вряд ли найдут, потому что сюда комрады, наверное, больше никогда не приедут. Бросили тут, никто не стал копать. Немножко пошвырялись, но мы находки делаем. Сейчас у меня находка вот такой перстень. Ага. Вот такой, ребята, перстень. Что за силуэт, я пока не знаю, но это перстак, ребята. Это не какое-то обычное медное обручальное колечко из монеты. Это перстень. Я сейчас думаю, Серега его почистит и вам расскажет, что за силуэт. Впустил. Так. Наконец-то что-то Фишер найдет сегодня, что ли? Ага. Балалалал. Неужели Фишер что-то найдет сегодня? Ну-ка. В прямом эфире. Найдет Фишер что-нибудь сегодня? Ну. Ну. Придется. Так, прибор надо убрать, наверное. А то Фишер что-то ругается. Ну-ка. Ну, ребята, ну, найдите что-нибудь. Ну. Фу ты, блин. Все-таки что-то есть. Ну-ка, давайте посмотрим внимательно, что под катушкой звенит. Ну, давай, время идет. Сережа. Ну. Эх. Да ну вас, блин, со своим Фишером. Не, ну звук, в принципе, хороший. Только Серега что-то, блин, не может найти. Во, в руке. В руке, в руке, в руке. Да, в руке. О, красивый. Серебряный сигнал. В руке. Опа, монитор. Ну-ка, Сереж. Или что это? Опа. А, подвеска какая-то. Опа, на. Это что-то, блин. Даже что-то, смотрите, видите. Ушко, да? Да, видите, ушко качается. То ли Серега его только что сломал, то ли что. Ась, как же. Какой сломал? Со своим Фишером что-то сломали, юшкинков. Да, да, да. Смотрите, как гонит ее. Да это, наверное, манисты обычно, ребят. Гонит, а? Смотри, как гонит, а? Я не знаю, сейчас Серегу отправлю. Он будет чистить колечко, которое я только что нашел. Смотрите, какое колечко. Ай-яй-яй. Блин, там инициалы какие-то, орнамент, какой-то рисунок по всему. Сейчас Сережка здесь почистит и вам покажет. Так что комментировать будет он. Еще есть. Положу вот сюда отдельно. Вот, по находкам пока как-то вот так вот. Прикольно, прикольно. Что, еще что-то, да? Да. Ну ладно, найдешь, наверное, сам покажешь. Или нет? В руке уже, да? Ну, по звуку, что-то, какой-то фигня какая-то. Фольга, наверное, вон, пачечные репки. Да. Короче, бред. Ладно. Серега сейчас почистит, вам покажет, что мы сейчас только что нашли. Ну что, ребят, у нас уже начинает темнеть. Уже как бы полумрак. Чуть позже мы прожектор включим. Здесь у меня сигнал был. Самое главное то, что вот здесь, вот в этой области, были три двушки царские. И вот именно сейчас выпала очередная царская монета. Вот именно вот в этой кучке она была. Вот. И давайте посмотрим на свет. Я знаю точно, что это царская монета. Год, как и вы, не знаю. Сейчас будьте первые, увидите. Тысяча. Тысяча девятьсот пятый. Да, девятьсот пятый. До этого был девятьсот шестое, а это девятьсот пятый. Зачетно. Блин, пацаны, у меня прибор отобрали. Серый вам стоит. В левой руке Фишер, а в правой Аська. Все-таки Серега Аське больше доверяет. Ну ладно, находка есть. И это самое главное. Классно, зачетно. Итак, ребята, заканчиваем мы уже под светом фонарей. Прожектор сейчас меня очень замечательно освещает. Вы думаете, у нас так светло? Нет. У меня появился оператор, который освещает все это дело. На улице совсем-совсем темнота. Наверное, глаз уже выкли. Ну что, не буду долго разглагольствовать. Сразу к находкам. Так что шурф получился у нас классный. Копали в том же составе. Рустик и Серега. К сожалению, они что-то подкачали. Вообще, у них Фишер ни хрена ничего не поднял. А вот Аська отработал на ура. Сразу, смотрите, сразу такая критика со всех сторон. Ну, что есть, что есть, ребята. Так и получилось. Ну, а сейчас, конечно, к находкам. Ну, а по находкам, ребята, у нас как-то получилось. А сегодня скромно. Но, в принципе, довольно-таки с другой стороны, когда мы тут были, мы всего подняли три монеты. Но сегодня вернулись и подняли вот такой шикарный складень. Складень просто огонь. Я его постараюсь почистить. И во всей красоте в конце видео показать вам. И вы узреете, насколько вещь красивая. Сейчас-то она невзрачная, ничего интересного. Вот, по царям. Раз царь, 1905-й, второй царь. Фиг знает какой. 1871-й и 1896-й. Вот. Ещё одна прекрасная находка. Это 5 копеек 1935 года. Но разглядели, что образец совсем новый. Ещё одна была прекрасная находка. Это, конечно же, серебро. 15 копеек 1927 года. Приятная, бодренькая. И что? И по советам. Вот такое количество всякой различной лабуды. Вот такая вот у нас ещё была часть от манисты. Кстати, колечко вам ещё не продемонстрировал. Внутри имеются инициалы. Буква М. Буквка М. Видите, да? И по всей окружности цветочный орнамент. Ну, кольцо, судя по размеру, мужское. Ну, как-то вот так вот. Скромненько. Но со вкусом. На этом и всё. Всем пока. До новых встреч. Да? До новых встреч? Выйдем. До новых встреч. До новых встреч. Итак, ребят. Приключения у нас не закончились. Выезжаем на грунтовочку. Ну, как грунтовочка. Это полевая нефтяная дорога. И нефтяники здесь нам дорогу засыпали. И мы продолжаем копать, ребята. Продолжаем. Приключения у нас ещё не завершились. Дорога у нас ещё будет долгая-долгая. Надеюсь, пройдёт благополучно. Ну, ладно. Наверное, на этом точно. Всё. Всем пока. А в руках у меня старинный трёхстворчатый склад. 18-19 век. Николай Чудотворец. Можайский. Сверху центральные створки украшено изображением. Образа нерукотворного. В центре иконы изображён святой Николай Чудотворец. Правая рука, которая поднимает меч. Левая рука его держит православный храм. По сторонам от святого Николая изображение Иисуса Христа и святой Богородицы. Надеюсь, вам понравилась моя работа, как я отреставрировал данную старинную вещь. Продолжение видеосюжета обязательно будет в будущих выпусках. И вы увидите, как я осуществляю чистку таких вещей. Смотрим, ждём и не пропускаем мои выпуски. А для этого вам нужно поставить просто-напросто нажать на колокольчик оповещения.